С первого взгляда кажется, что Даша обычная девочка, живая, но это только с первого взгляда. На самом деле у Дашеньки Рябовой тяжелое заболевание. При рождении девочки врачи не заметили никаких отклонений. Они проявились только через несколько месяцев, когда ребенок начал закатывать глаза, проявлять беспокойство и отставать в развитии. На тот момент, когда Дашеньки от полтора до двух, до двух с половиной, это на самом деле был шок для нашей семьи. Такой момент испытания очень тяжелый в психологическом плане. Потому что, согласись, каждый день приходишь с работы домой и видишь плачущую жену. Родители делали все возможное, чтобы вылечить ребенка. Ездили по врачам, занимали деньги, чтобы попасть на прием к дорогостоящим специалистам. Ходить Дашенька научилась только в два с половиной года, а вот говорить не может до сих пор, так же, как и обслуживать себя самостоятельно. Поэтому за ребенком нужен круглосуточный присмотр. С трудом Даша пошла в коррекционный детский садик, а на будущий год ей пора в школу. Но по уровню развития девочка остается трехлетним ребенком, который боится всего неизвестного. Даже самые обычные предметы вызывают у нее приступ паники. Увидев зонтик, она словно испуганный маленький котенок, жмется к маме и ищет защиты. А вид оператора с видеокамеры в детском саду довел Дашеньку до истерики. Она боится и артистов, и клоунов, и фотографов. Она у нас всех боится вообще. Всех боится. Карусели аттракционов в парке. Вот родители тоже боятся. То есть страхи у нее, с чем это связано, не знаю. То есть она вот только близким к своим. Вот уже в течение семи лет родители бьются, чтобы вылечить дочку. Но пока их усилия практически безрезультатны. Супруги раскачивают пустые качели, мечтая, что когда-нибудь на них будет сидеть Дашенька. Очень хочется услышать первое слово «мама» и «папа». Хочет, чтобы она так же у нас перегуляла с детишками, как и все, с подружки, чтобы у нее были в гости, приходили, например, как к нам. Потому что вот сейчас уже все дети в таком возрасте, у всех уже свои как бы друзья есть. А у нас она как бы одна и тоже хочет, чтобы у нее так же все было, как у всех детей. Сейчас у супругов появилась надежда, а у Даши шанс стать здоровым человеком. С помощью социальной акции семье удалось собрать необходимую сумму, и ребенок прошел обследование в израильской клинике. Даши поставили диагноз синдром Ландау-Клефнера. Для дальнейшего лечения девочке нужно около миллиона рублей. Собрать такую сумму семье не под силу. Родители обращаются с просьбой о помощи ко всем неравнодушным людям. Субтитры создавал DimaTorzok